Первым объектом, который посетил заместитель губернатора Михаил Сылко, стал переезд через дамбу в районе улицы Шмидта. На дорогу неоднократно поступали жалобы от местных жителей. Достаточно узкий проезд не имеет пешеходной зоны, и о безопасности пешеходов здесь говорить не приходилось. Недостаток будет исправлен до сентября. В конце июля предприятие ДРСУ начнет расширять проезд, что позволит обустроить плиточный тротуар и отгородить его от транспорта. Вначале снимем расследованный слой и снизу начнем отсыпать, нарезая уступку в насыпи. Оно потом у нас не пойдет? Нет, это сходков, сходков, конечно. Сходков, если сухая погода будет, мы прольемся, потому что песок здесь трещной, тренирующий, то есть он учинить не будет, то есть постепенно. Вот поэтому и пока еще по технологии, либо же экскаватор будет работать, подавать. На следующем объекте посещения ремонтные работы близятся к финальной стадии. 18 июля началось асфальтирование улицы Копылова. К этому моменту подрядчик подошел с некоторой задержкой, но это не повлияет на сроки сдачи объекта. К августу дорога будет запущена в эксплуатацию. По улице Копылова мы осмотрели, какие ведутся работы, каким образом, то есть это тоже важный для округа объект, потому что закрывает собой комплекс работ, который проводился по озерам. И до 25 июля подрядчик гарантирует завершить все работы и сдать нам объект. Также куратор Великостюгского округа 19 июля посетил сквер 50-летия октября, где идет обустройство лыжероллерной трассы. Это один из триумфаторов программы формирования комфортной городской среды предыдущего года. И постепенно черты новой всепогодной трассы уже вырисовываются. Ориентировочная дата сдачи этого объекта – сентябрь 2024 года.